здравствуйте дорогие хочу знаки с вами канал хочу знать когда вы несете ответственность за всю страну само собой разумеется что ваша жизнь имеет очень большое значение каждый день вы подвергаетесь риску поэтому вам нужна защита вот девять самых хорошо охраняемых президентов в мире от короля которого охраняет робот до руководителя страны с личной армией король бахрейна несколько дней назад сети стало вирусным видео на котором показан фантастический робот якобы являющийся телохранителем короля бахрейна и говорящий на шести языках оказалось что машина ростом 2 и 4 метра это вовсе не робот а управляемый экзоскелет и королю хамаду ибн иса аль-халифа не имеет никакого отношения оказалось что все происходило еще феврале 2019 года на международной выставке безопасности уаэ в абу-даби робот разработанный британской компанией сайбэштейн был призван развлекать публику одетый в военную форму он ходил между гостей выставки и приветствовал их на английском и арабском языках а новинке известно что это даже не робота управляемый экзоскелет внутри сидит человек рост титана так зовут устройство действительно составляет 240 сантиметров а весит он 60 килограммов разработчик позиционирует его как первого в мире коммерческого развлекательного робота король таиланда все знают что букингемский дворец в лондоне охраняют невозмутимые гвардейцы но мало кому известно что в таиланде есть своя собственная королевская гвардия ее выправка не хуже британской а эффектной униформе могут позавидовать даже участники карнавала в рио-де-жанейро королевская гвардия появилась как спецслужба по отпугиванию ворон в королевском дворе сегодня тайские гвардейцы устраивают ежегодное зрелище для туристов и являются важной частью военной традиции страны все цвета и элементы гвардейской формы очень продуманы например высокие шапки позаимствованы у британских гвардейцев но вместо медвежьей шкуры тайцы используют перья все-таки климат тут другой а цвет мундиров соответствует разным видам войск например в ярко-красных и белых мундирах несут службу личные телохранители короля тайланда форму солнечно-желтого цвета одеты артиллеристы а ткань небесного оттенка используют для пошива формы гвардейцев военно-воздушных сил королева елизавета вторая королевская гвардия это личная охрана английского монарха традиционно эту стражу набирали из простолюдинов не доверяя знайте стараясь избежать заговоров хотя бы с этой страны традиция сохранилась до сих пор в гвардии много представителей других отличных от британских национальностей особенно знаменит сих джатиндерпал синг полар который в 2012 году получил специальное разрешение и вышел на пост национальном тюрбане они в медвежьей шапке в основном гвардия выполняет функцию допуска на территорию букингемского и виндзорского дворца холирудского замка в шотландии дворца сент-джеймс штаб-квартира придворной службы британской королевской фамилии а также в лондонскую крепость музей тауэр считается что эти парни являются служащими элитных подразделений британской армии и оснащены самым современным оружием на посту вооружены автоматом со штыком ночью меняют парадную форму на повседневную солдатскую с целью повышения реальной боеготовности военнослужащие гвардии направлялись в зоны боевых действий в афганистан и рак владимир путин зато кто и как будет охранять российского президента отвечает федеральная служба охраны фсо силовая структура являющаяся неотъемлемой частью жизни чиновников как правило деятельность охранной службы окутана некими тайнами также большинство из нас полагают что жизнь охранников путина наполнена событиями перестрелками и шпионажем на самом деле все обстоит намного прозаичнее федеральной службе охраны работает порядка 50 тысяч специально обученных людей они отвечают за безопасность не только президента страны но и премьер-министра министров директор фсб и так далее если же помощь фсо необходима для охраны глав других регионов то агенты передаются в распоряжении только по специальному указу самого президента что касается гражданской охраны то это телохранители президента который защищает главу государства постоянно агенты вооружены девяти миллиметровым пистолетом гюрза его вес без магазина патронов составляет 995 граммов а сам магазин рассчитан на 18 патронов начальная скорость пули во время выстрела составляет 420 метров в секунду при этом можно выстрелить до 40 раз за минуту одна из главных особенностей пистолета гюрза то что он может пробивать бронежилеты с расстояния 50 метров а со 100 метров поражает салон автомобиля дональд трамп охраной теперь уже бывшего президента сша занималась секретная служба странным образом это федеральное агентство выполняет одновременно две принципиально разные задачи охраняет президента его семью и борется с подделкой американских денег в отличие от российских коллег они довольно подробно рассказывают о себе на официальном сайте например открыто сообщают что у них служит примерно 3200 спецагентов 1300 охранников белого дома и прочих важнейших объектов и больше 2000 вспомогательных сотрудников технарей управленцев и других и того 6500 человек секретная служба постоянно получает передовые разработки от гаджетов распознающих лица до новейших бронемашин так дональд трамп ездил в кадиллаке с броней военного уровня и 20 сантиметровой толщиной дверей в которых нет замочных скважин кодовое имя этой машины дилижанс народное прозвище зверь внутри лимузина президент совершенно отрезан от внешнего мира но оснащен надежными средствами связи по слухам у секретной службы около дюжины абсолютно идентичных кадиллаков си дзиньпинь служба охраны си дзиньпинь насчитывает около восьми тысяч сотрудников и агентов которые распределены по семи группам каждая из этих групп занимается обеспечением охраны на своем участке все сотрудники охраны председателя к нр относятся к бюро безопасности коммунистической партии число личных телохранителей на зарубежных поездках си циньпиня всегда не меньше 16 человек интересные факты требования к кандидатам и сотрудникам охраны председателя к нр все время увеличиваются одно из них это минимум 6 лет опыта политической профессиональной подготовки в специальном отряде телохранителей владеть как минимум восьми видами огнестрельного оружия а также требуется умение прицельно стрелять с двух рук одновременно каждый охранник всегда имеет при себе три разных пистолета два ножа и пакетик с дымовым порошком двери автомобилей кортежа си дзиньпиня всегда приоткрыты это дает возможность агентам незамедлительно выпрыгнуть из автомобиля не тратя время на открывание двери в делах личной охраны первых лиц государства доля секунды играет важную роль особенно в критической ситуации ангела меркель защитой канцлера германии занималась уголовная полиция она подчинена мбд они правительством федеральных земель как обычная полиция офицеров для личной охраны отбирают в так называемый департамент си джи сишин рунгс группе группа поддержки они должны иметь стойкий характер идеальную физподготовку и превосходные манеры управлять транспортом спецзащиты метко стрелять и реагировать быстро и адекватно в любых ситуациях кроме того все телохранители являются специалистами медиками способными оказать экстренную помощь это пригодилось например в декабре 2014 когда меркель упала и получила повреждение таза катаясь со своим эскортом на лыжах в швейцарских альпах папа римский свыше 500 лет охрану ватикана и папы римского несет швейцарская гвардия полное официальное именование которой в переводе с латинского языка звучит как пехотная когорта швейцарцев священной охраны римского папы штатное расписание швейцарской гвардии 135 человек но на службе на данный момент находится чуть больше сотни гвардейцев как и раньше на службу отбираются только мужчины-добровольцы имеющие швейцарское гражданство эта традиция остается незыблемой на протяжении более 500 лет швейцарским гвардейцам предъявляется следующий ряд требований возраст от 19 до 30 лет рост не менее 174 сантиметров обязательным является принадлежность к римско-католической церкви помимо этого в ряды гвардии принимают только холостяков жениться они могут уже находясь на службе и по специальному разрешению при этом их избранница обязательно должна также придерживаться католического вероисповедания а во время поездок понтифика охраняет специальная служба который состоит из лучших специалистов ранее охранявших первых лиц государств по словам сотрудников охрану главы католической церкви нельзя назвать простой работой еще сложнее она стала при папе франциске который часто не придерживается протокола понтифик любит сливаться с толпой и общаться с верующими ким чен и охрана первого лица к ндр разделяется на несколько секторов внешний обеспечивает безопасность лидера в зарубежных поездках средний его безопасность во время движения внутри страны а внутренний отвечает за безопасность святая святых официальных резиденций и пунктов управления войсками правда дома безопасность ким чен и на обеспечивают не только спецслужбы но и армия северокорейский главком любит общаться с военными и для сопровождения ему обычно передают отдельную роту выделенную из войск специального назначения мало кто знает но в к ндр есть и свой борт номер один его роль с недавних пор выполняет советский ил-62м переживший несколько глубоких модернизаций самолет ким чен и на выкатили из сборочного цеха на казанском авиазаводе еще в 1985 году он зарегистрирован под номером r-618 правда летает первое лицо к ндр на этом самолете крайне редко за пределами страны летающий командный пункт бывает не часто к примеру для первой в истории встречи с президентом сша дональдом трампом ким чен и он выбрал правительственный самолет к нр при этом к соседям воздушное судно руководители к ндр прибыло с выключенной системой опознавания которые решили не использовать в целях безопасности пока на этом все подписывайтесь на канал хочу знать смотрите другие наши видео